Девосвит давно требовал повышенного внимания. При визуальном осмотре было видно, что необходим косметический ремонт, но для того, чтобы понять четко, что нужно сделать в учреждении, Департамент образования заказал комплексную экспертизу состояния несущих конструкций. И тот результат, который мы получили, он, скажем так, значительно превзошел в негативном смысле наши ожидания, поскольку оказалось, что несущие конструктивы находятся в неудовлетворительном состоянии. И далее продолжать посещать его детям просто небезопасно. Поэтому было принято решение в срочном порядке перераспределить детей в актовые залы и другие учебные помещения наших школ. Основная проблема, конечно, связана с теми, кто занимается хореографией, потому что им необходимы актовые залы и сцены. И в основном эти коллективы у нас переходят в 122-ю школу. Она расположена буквально в 900 метрах от Девосвита. В общем-то это недалеко, и наша задача сейчас помочь перенести туда весь инвентарь, все то, что необходимо коллективам для проведения занятий. Все же остальные студии распределены точно так же по школам города. Это 26-я школа, это 2-я гимназия и другие школы Приморского района, но с ними несколько проще, поскольку они занимают обычные учебные классы. И там нам было намного проще найти помещения, где дети смогут комфортно заниматься. Ну и те, кто занимаются хореографией, сегодня тоже распределены. Ни один коллектив не потерял возможность проводить занятия. Все педагоги остаются работать на своих местах. Руководитель же данного учреждения и его заместитель по хозяйственной части остаются на Спиридоновской 10 для того, чтобы продолжать совместно с Управлением капитального строительства проведение ремонтных работ.